вот такой вот эстетичный вокзал в нанте здесь mercury смотрите там вот нам отель расстреливает река вот и он над железнодорожными путями такой стеклянный стеклянный здесь вот starbucks уютненько расположился и отсюда все эти средневековые соборы и замки хорошо виднеются вот мы и прибыли на побережье атлантического океана и и и и и и и и Продолжение следует... Обязательно в гору лезть? Очень обязательно. Мы уже почти залезли. По таким милым улочкам одно наслаждение лезть в гору от чего-то. Смотри, как красиво. Продолжение следует... За нашей спиной крепость. Смотрите, прям ладья такая и шарфы. И вот море там, на фоне кусочек. Очень красивенько. Идем на ресерс. Смотри, что такое. За кофе идем. Кофе здесь нет. Не продается. Я тут пошла, в этом море. Короче, из-за воды не салка на кофе, ничего вас не встретили. Да. Красиво. Смотрите, под башней проходим. Очень красиво. Очень красиво. Вот берега скалистые. Кофе. 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 Вот мы и набрели на пляж. В Атлантическом океане. Ну, я думаю, нужно, конечно, искупнуться. Посмотреть, каково это. Вот так вот выглядит. Ну, как вода? Ну, похолоднее, да, чем в Мармарисе? Почему? Нормально. Ну, как вода? Ну, как вода? Почему? Кофе. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Мы приехали на берег Атлантического моря из Нанте И, честно говоря, первые эмоции я восхищен Смотрите, какие там резиденции за моей спиной Вот я сейчас переведу и обратно возвращу Парусники моря, градусов 19, да, оно холодноватое Но здесь также растут олеандры, пальмы и очень все красиво, нам нравится Италия, какие твои эмоции? Мои эмоции какие? Красиво! Очень симпатично! И, конечно же, приятно увидеть впервые выход к океану Открытому практически Вода прохладная, людей много Опять же, удивительная для меня комбо историчности и природы Вот то, что в Европе больше всего мне нравится Что есть много природы красивой и очень много историчности То есть то и дело натыкаешься на всякие замки 10 века, 9 постройки и так далее Какие-то здесь происходили события Типа «Синей бороды», да? События? Сказки какие-то, да Сегодня я вычитала, я еще не разобралась, правда, нет Вот замок, который здесь стоит, в этом небольшом городке, он является прототипом замка «Синей бороды» Я, к сожалению, сказку «Синяя борода» не читала И как бы не прям моя тема, но я сюжет примерно знаю Вот, и якобы это все, конечно, в итоге была клевета И через несколько столетий оправдали человека, которого казнили Вот, но суть в том, что, да, вот здесь жили люди И вот этот вот человек, который жил в этом замке Он был сподвижником Жанны Дарк в Столетней войне Это все где-то здесь вот так вот крутится И вот ты это, короче, когда здесь путешествуешь, чувствуешь, и это прикольно Вот Да, красота Идем гулять дальше Идем гулять дальше Идем гулять дальше Мы будем Dante С другой стороны. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Это для косточек. Точнее, очистки. Наталья, короче, берем сюда, лимон выдавливаем. Вот смотри, лимон выдавливаешь и дальше съедаешь. Еще захочу сфоткать. Мы так загулялись, что опаздываем на наш поезд до Нанта. Слишком уютно этот был городочек в Приморске. Мы добрались в Нанте. Мы просто в шоке. Сейчас с Натальей обсуждаем, что у нас билеты никто не проверил. Плюс экономит 50 евро. Туда-обратно скатались. Вопрос, зачем мы билеты покупаем, если вы не проверяете? А ну и в Германии, помнишь, такая история была? И вот во Франции. Безбилетникам, зайцам вообще легко можно ездить. Не проверяюсь. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok